Еще через несколько лет Коля засел за свой первый роман «Правитель Испанского моря». Неважно, что такого водоема не было на свете, и неважно, что юный автор об этом даже не догадывался. Дописав свое творение, подросток отправился в Аджоникидзе, разыскал писательскую организацию, где его похвалили и вежливо сообщили, что под руком у юного гения живет замечательный литератор Карп. Вскоре школьник разыскал его в родном Моздоке, и они познакомились. Однажды в класс бежал зауч в школу и громко позвал «Николай, скорее в учительскую, тебе звонит писатель Карпов». Для молодого человека Евгений Карпов, хорошо известный в наших краях, был все равно, что Достоевский, и он бежал к телефону, как к своей судьбе, еще не зная, что все в этой жизни не случайно. В октябре 1967 Николай стал участником незабываемого литературного семинара в Пятигорске. Собрались москвичи, ставропольские прозаики и герои эпохи, юные писатели и поэты, едва ли не вся доблестная компания. Все давно известны, но, к сожалению, не все живы. Шумаров, Колесников, Якимцев, Поповский, Побликов, Батычев и примчавшийся на спортивном мотоцикле Вадим Чернов. Может быть, именно тогда Николай понял, что научить таланту принципиально невозможно, и потому, не теряя времени, надо запасаться в пророк яркими неожиданными впечатлениями. И он рванул, нет, ни на Целину, ни на БАМ, а в Ставропольский драматический театр, где его зачислили рабочим сцены. Это было время блистательных ставропольских актеров. От молодого Аллахвердова он впервые услышал песни Лысоцкого. Днем пройдет мимо простой и скромный Борис Данильченко, а вечером это уже король лир. Всеми преданный, униженный, страдающий, игра артиста была настолько прекрасной, что молодому рабочему открывалась истина за истиной. Данильченко играет трагедию переоценки ценностей, избавления от иллюзий. Мы слепы в благоденствии, в беге мы прозреваем. 17-летний Коля стоял в кулисах и плакал. С тех давних пор Николай Сахвадзе, выпускник элитнейшего Московского литературного института имени Горького, зарабатывает на жизнь исключительно физическим трудом. В 1975 году он приехал на строительство Ставропольской ГРЭС, да так здесь и остался. Работал слесарем химцеха, газового хозяйства, а до этого на элеваторе, гординой фабрике. И, наконец, вот уже более 20 лет, он сливщик-мазуха. В этом факте ни намека на неудачную судьбу. Николай Николаевич человек настолько подлинный и искренний, что остается лишь внимать его признанием. Для меня, говорит он, доставшаяся мне губернаторская премия куда как выше скулочной Букеровской, но еще выше этой награды тот факт, что моя фотография в числе немногих висит на заске почета нашей электростанции, где работают около тысячи человек. Литературный институт, конечно же, одно из лучших событий его жизни. Учился у преподавателя Томашевского, который ездил в Италию, читал лекции по итальянской литературе на итальянском языке. Были интересные знакомства с авейными легендами, Рубцовым, например. И была настоящая доброжелательность, говорит Николай Николаевич. Ничего подобного в литературных кругах я больше нигде не встречал. Николаем Сахватзе написано не так уж и много, но его прозу отличает профессионализм, умение живописать, вдумчивое отношение к своим героям. Знак настоящего художника. Он автор книг «Калейдоскоп», «Его последний вечер», «Ставропольская гресс», «Сад осьминогов», «Натюрморт любви». Первое, что лично мне довелось прочитать у Николая Сахватзе, это роман «Период полураспада», в котором рассказывается о молодом человеке, вот у Брежнева. Само название показалось настолько интригующе политическим, что подумалось, вот ведь одна фраза и все сказано. В многочисленных рассказах и новеллах героя Николая Сахватзе плоть от плоти ставропольские люди. В чем-то главном напоминает чудиков Шукшина. Правда, в новые времена им не очень-то повезло. Конец у чудиков все еще трагический. Упрямую правдолюбцу из Баламута, неожиданно обнаружив загадочную онкологию, отрезают пол языка. «Эх, жалкий ты наш!» Сочувствовали ему пенсионеры и называли между собой жертвой перестройки. Ну, тут и метафоры, и что я доносказание, конечно. «Душевно страдающий Яша умер в те дни, когда несколько тщеславных перевертышей, похерев результаты всесоюзного референдума, уничтожили понятный миропорядок». Ну, это слова автора, я вам зачитываю. В другом не менее страшном рассказе «Брошенное поле», которым и завершается том избранного, Николай Сахвадзе передает услышанный автором разговор подростков. Два подростка беседуют. «Ты за сколько долларов занес бы в свой подъезд взрывчатку?» Спрашивает один у другого. Ну, такие у нас, к сожалению, сейчас времена. «В свой собственный подъезд?» «Да нет, что ты?» «Никогда». А тот начинает второй говорить. «А если за 10 тысяч? А если за 100?» «Последних слов, говорит Николай Сахвадзе, я уже не услышал. Но, судя по всему, для ребят существовал и положительный вариант ответа на этот сатанинский, не подлежащий обсуждению вопрос. Однако, несмотря на горестные моменты нашей жизни, Николай Сахвадзе человек светлый. Он умеет говорить правду не на зло, а прямо и честно. Место, где он живет, называется «Солнечная дольс». А работа такова, что вот уже сколько лет он дарит свет людям. И его, писателя Сахвадзе, любит рабочий класс. Прежде чем дописать эту фразу, хочется напомнить о сюжете одного из его знаковых рассказов. Молодого рабочего Алешу Захарова оскорбил на работе мастера. Незаслуженно и как-то особенно унизительно и гадко. А Леша размышлял лишь секунду и дал в ухо. После ответных угроз парень задумался, мысленно проверяя свой поступок, а затем спокойно и твердо сказал. Рабочий класс ошибок не совершает. Так хочется понять загадку Сахвадзе, а она у него, несомненно, есть. В одной из его лучших новелл, бодрящей воздух Грузии, во время остановки автобуса, исходящего словно в ад по серпантину, какая-то девчушка с отчаянной дерзостью прыгает на узкой дорожке. «Восторг над бездной». Читаю у автора и невольно восхищаюсь, какой точный образ молодости. Все мы рано или поздно зависаем над бездной жизнью. Но как сохранить хотя бы некоторое подобие восторга? Впрочем, можно найти у Николая Сахвадзе интересную подсказку. Творчество уводит в такие сияющие высоты и в такие сияющие пропасти собственной души, что и в этом месте стоит многоточие. Вот у нас есть книга, которую подарил лично автор в 2008 году. Вот он написал читателям библиотеки Маяковского на добрую память от автора Николая Сахвадзе. Был он в августе, 21 августа 2008 года. Я хочу вам зачитать, у него есть такие юмористические маленькие заметки. «Любопытная история» называется. Вот он сам пишет. Под таким названием попалась в руки книжечка в середине 60-х. Но, боже, сколько было там пустых и неинтересных сюжетов. О рассеянных ученых, раздувающихся перед входом в общественный транспорт. Ну и другой подобной глупости. А между тем, в самой жизни происходило в то время столько острых и захватывающих событий, что я стал противовес официально изданным историям собирать совсем другие. И вот они действительно были. Первая история маленькая называется «Никаких названий». Александра Николаевича Вертинского, вернее, никаких званий, но все знают Вертинского, конечно, вызвали в Министерство культуры СССР. Надо было заполнить одну из бесчисленных анкет, которыми славится наше государство. «Заполняла секретарша. Звание огласила на очередную графу. Не имею, — развел руками, — развел. Не может быть, — кокетливо не поверила секретарша. Да, душенька, — подтвердил Вертинский, — у меня кроме мирового имени ничего нет». Непонятная шутка. Шутили раньше писатели наши. В 1954 году состоялся второй всесоюзный съезд писателей. Один из посланцев Средней Азии опоздал к моменту открытия. Он на цыпочках прошел в зал, сел на свободное место рядом с Казакевичем, писателем. Открывала съезд старейшая писательница Ольга Форш, седая, величественная, с глуховатым низким басом. Голос такой был. Это кто говорит, уважаемый, поинтересовался у соседа среднеазиатский литератор? Фадеев, пошутил Эммануил Винерхович. Шайтан, как изменился, ах, ях, ях, вот, никого не жалеет. Ни Бая, ни Дегханина. Ну, такой был, юмористы были. А вот, сейчас еще вам рассчитаю, да. Два четверостишая Рубцова, Николая Рубцова. Когда поэт Николай Рубцов учился в литературном институте имени Горького, то парторгом на курсе был некий Панасюк. Он призывал студентов не было употреблять алкоголем и в обязательном порядке посещать лекции. Ну, к сожалению, Рубцов, ну, немножко, знаете, да, шалил. Однажды, недовольный наставлениями, Рубцов выдал следующий экспром. Я прилепил в отхожем месте. На миг не дрогнула в руках. Любой стишок Панасюка с коммунистическим подтекстом. В то время студенты, преподаватели, всеследная критика, стали постигать масштаб и значение Рубцова в русской поэзии. И даже проявляли заботу о нем. Так ректор вызвал молодого поэта в свой кабинет и радостно сообщил. Есть путевка, пиццу, в дом торчества. Не хочешь ли ты съездить, Николай? Могу. Одно условие. Не пить. Я подумаю. На следующий день Рубцов молча положил на стол ректора лист бумаги и вышел из кабинета. Прочитав написанное четверостище, ректор рассмеялся. Рубцов. Быть может, я для вас в гробу мерцаю, но заявить хочу в конце концов. Я и Николай Михайлович Рубцов. Возможность трезвой жизни отрицаю. Так он пошутил. Миллион. Ну тут много, но я выбрала так. Миллион для клоуна. Где только не приходилось цирковым артистам встречать день рождения. Солнечный клоун Олег Попов провел его однажды в Венесуэле. На арену вынесли огромный торт. Зрители аплодисментами поздравляли артиста цирка. Вдруг из первого ряда встал импозантный мужчина. Это был популярнейший телекомментатор. И под всеобщий восторг вручил клоуну чек на миллион. Сразу по окончании представления коллегу Константиновичу подлетела руководитель группы. И без всяких обвиняков потребовала отдать чек. Кому удивился Попов? Посольству. С какой стати? Его подарили мне, а не посольству. Чек – достояние государства. Страна задыхается без валюты. А ты миллион хапнуть хочешь? Да пусть мне хоть 10% оставят. Нет. Отобрали чек. Отдали в посольство. Наш человек в Венесуэле пошел с ним в банк. Бог мой, как смеялись над этим посыльным. На него даже прибегали смотреть клетки других отделов. Дело в том, что на чеке рядом со словом «миллион» было написано. Счастье. «Миллион счастья» слово. И все. А они побежали берем. Очень мне вот это понравилось. Министр культуры. Достойный ответ называется. Коротенький это рассказ. Министр культуры ССР Фурцева вызвал Ростроповича в связи с тем, что на его даче жил Солженицын. И объявила музыканту, что он вот не будет выезжать за границу. Екатерина Алексеевна торопила Ростроповича. Я никогда не думал, что выступать перед своим народом наказание. Запретили, да. Будешь только петь, то играть. И вот еще тоже поговорили, называется. В середине февраля 1974 года Солженицына лишили советского гражданства. И специальным самолетом вывезли ФРГ. В нашей прессе началась фокханалия обличительная лжи по отношению к писателям. Пригласили в одну из центральных газет и художника Илью Глазунову. Илья Сергеевич, поставьте свою подпись под этим письмом. А что тут? Тут критический разбор архипелага ГУЛАГ. Прежде я хотела бы прочитать это произведение. А вот другие подписывали письма так. Видимо, они читали, сказал Глазунов, ушел, не оставив автографа. Вот так люди поступали. Даже когда на них давили. Ну, сейчас и прочитай. Ну, тут вот, что написано на перу, мне вырубишь топор.